Стадион Самара-Арена в числе отстающая готовность к проведению чемпионата 65%. Это самый низкий показатель. Такие данные прозвучали на совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физкультуры и спорта и Оргкомитета России-2018. Самарскую область представлял глава региона Дмитрий Азаров. Открывая официальную часть совещания, президент обратил внимание, что Кубок Конфедерации стал генеральной репетицией чемпионата 2018 года. Он подчеркнул, что отставания от графика подготовки мундиали не критичные, но необходим ежедневный контроль за каждым этапом работы. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работы. Каждый день. Во-вторых, стадионы, другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. Здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора. Все нужно сделать удобным и комфортным для людей. В городах-участниках Кубка Конфедерации, это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, практически все готово к мундиалию, то в других центрах чемпионата стадиона все еще строится. По словам министра спорта, в высокой степени готовности объекты в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, Саранск и Самара пока на последних местах. Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре. В отношении подрядчика применены штрафные санкции, разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем и стадионы будут сданы в срок. Стадион Самара-Арена был признан самым красивым и оригинальным еще на стадии проектирования. Чтобы стройка вошла в график, за ней установят ежедневный контроль. Такую задачу уже поставил предправительством области глава региона Дмитрий Азаров. Кроме того, каждый день будут подводиться итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам на городских объектах, а также в сферах здравоохранения, благоустройства и транспорта. Также будут определяться планы на следующий день. Уже поставлена задача на правительство Самарской области, что ежедневно будут подводиться итоги в каждом министерстве, которое задействовано при подготовке чемпионата мира по футболу, по результатам. Уже в пятницу мы проведем дополнительное совещание непосредственно на стадионе, куда уже приглашен мною генеральный подрядчик. Будут представители контрольно-надзорных органов, будут представители, естественно, правительства Самарской области. Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия. Еще раз обратим внимание, если есть какие-то несогласованности, для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион, нам подготовить всю инфраструктуру. Президент страны также поставил задачу проработать другие проблемы, возникшие по итогам Кубка Конфедерации. Это касается общественного транспорта, обеспечения навигации для болельщиков и продаж сувенирной продукции. Этот вопрос оформлен в виде поручений главы государства. Губернаторы уже взяли его на вооружение. Готовность региона к Мундиале в итоге будет оцениваться и по этим показателям. Олег Зверев, Вадим Быстров. События.